добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралия я александр петров и очень много людей которые у которых в общем-то кинули которые смотрели какие-то ресурсы которые смотрели видео завлекательных блогеров каких-то людей которые пропагандируют образование жизнь в австралии и приехав сюда вы поняли что вы отдали очень много денег и вы все еще очень далеки от вашей заветной мечты стать австралийцем и вы понимаете что все можно было сделать лучше и быстрее дешевле опять таки вас обманули но не говорите что это не вы что это не ваша вина это ваша вина потому что многим из вас я хотел бы сказать мы вас предупреждали я вас предупреждал когда вы смотрите интернет когда вы смотрите все эти доступные для вас канала вы видели мои каналы вы их видя не говорить что вы не видели вы видели все вы встречались и с моими видео из видео всех остальных блогеров фактически агентов, образовательных, миграционных или субагентов, вы видели это, и вы выбрали тех людей, которые, в общем-то, вас обманули. Но это был ваш выбор, это была ваша ошибка. Не говорите, чтобы вас не предупреждали. Вы видели мои видео, но в сравнении с другими агентами я вам показался, наверное, каким-то странным. Вы поняли, что очень много людей говорят одно, а вот этот человек говорит другое. Не могут все ошибаться, а вот этот вот человек говорит прав. Не могут все обманывать, а вот этот их разоблачать, и, в общем-то, зачем ему верить. А поэтому вас и кинули. Поэтому вы и, да, вы, наверное, останетесь, да, вы, наверное, отучитесь и останетесь в Австралии, но это будет намного длиннее, дороже и ненадежнее. А кто-то уедет домой так и не получив доветного приза, несмотря на то, что отдал здесь, может быть, и не одну сотню тысяч долларов. Но не говорите, что вас не предупреждали. Это ваша вина. Это ваш, как теперь принято говорить, косяк. Я не показался вам убедительным. Вы увидели гораздо более классические, серьезные лица, которые вам говорили то, что вы в итоге и сделали. А приехав сюда, вы убедились, что это было неправильно. Вы даже себе будете пытаться врать о том, что нет, 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 все, все так и должно было быть. А иначе этого не произошло бы. Иначе бы я не остался, не осталось бы здесь. Есть, что то, что говорит Петров, это иллюзия, это фата Моргана. И, наверное, другие люди, мои студенты, их пример вас все-таки убедит. И вы скажете, ну, я этого не знал, не знала. Знали вы все и предупреждали вас. Ну, в общем-то, и по делам. Это вы виноваты во всех своих проблемах. Чтобы этих проблем не совершать, надо в действительности очень много покопаться и очень много, как бы, перелопатить всякого материала. Вы верите средствам массовой информации, интернету, блогерам, сайтам учебных заведений, в общем-то, сайту департамента иммиграции. Вы даже не понимаете или не хотите понимать, что все эти люди, они заключили пакт. Это клюжин называется в теории менеджмента администрирования бизнеса, в MBA. То есть, чем больше вас нахлобучат, чем больше с вас возьмут денег учебные заведения, а, соответственно, агенты и, соответственно, государство австралийское, тем больше они все пожируют, порезентируя на вас. Вы этого не понимаете или понимаете? А если понимаете, значит, вы знаете, что вот этот выбор, вот этого образования, фактически системы переезда, фактически даже самовывоза в Австралию, вот эта вся система намного эффективнее, чем любая другая. Если нет, если вы этого сейчас не поймете, не говорите потом, что вас не предупреждали, все вас предупреждали, все вы знали, но это ваша будет ошибка. Ошибка, которая может стоить вам десятки тысяч долларов, а может быть сотни, а может быть и всей вашей мечты. Подумайте об этом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok